Добрый день дорогие мои, мы вышли погулять, но сегодня вышли погулять на озеро, потому что хочется получить солнышко, солнышко вот там, а в лесу мы ходим, оно загорожено, поэтому мы сейчас гуляем по нашему озеру, сходим вот туда, на ступину каковку, а то, что вы видите, вот такой как бы туман, это наверное туман, он видимо образовался от мороза, потому что на улице действительно холодно, но мы с вами будем разговаривать, и первая тема, на которой мы поговорим, это борщ, борщ, один человек там написал Слава русскому борщу, и в интернете целая битва между украинцами и русскими за борщ развязалась Каждый доказывает свое, и каждый утверждает, что борщ это его национальное блюдо Украинцы даже подали какую-то там жалобу, или не помню чего, куда-то, чуть ли не вон, о том, что мы используем их блюдо, и нас опять нужно санкциями наказать Я сейчас вам расскажу свою версию, и сразу скажу, что это единственная правильная версия Поскольку занимаются сейчас всем этим, я гляжу, люди, ничего не понимающие в этимологии А так как я все-таки маленечко филолог, я люблю этимологии слова и его происхождение изучать, и поэтому вам рассказываю Во-первых, с борщом я встретился у бабушки в деревне Скрылова Бабушка варила борщ, и он не всегда был красный Я вам расскажу потом, почему Вот, но у нас в Родниках, а я родом из города Родники Ивановской области Была еще одна такая присказка не очень хорошая Хорошая Ты что, в Борщово собрался? Например, говорили тому, кто рискует своей жизнью Вот Ну, его в Борщово отнесли Говорили про того, кого похоронили Потому что на окраине города было кладбище И у него стояла деревня Борщово Поэтому, когда несли на кладбище То и называлось это Понесли в Борщово Но Тогда же Эту деревню Мы воспринимали как один из исторических таких населенных пунктов Потому что Ходило предание в Родника Что у этой деревни Была битва Войск Ивана Грозного С войсками Татар И Происходила она Вот, получается, в 15 веке В 16 веке И Войска Ивана Грозного стояли В Парском Есть там такое древнее село Причем считается, что В Парском они Построили для успеха своей битвы За один день церковь В честь Ивана Иван Грозный был Как бы считал своим попечителем Ивана Крестителя И поэтому Вот Якобы они В Парском Расположились И за один день построили церковь Причастились И пошли в битву Войска Татарские стояли Аж Около Фелисова Там есть Там есть Батыева Такое село Вот якобы Это Батыева Это была ставка Татарских войск А сошлись они Вот в этом месте Борщева И В общем-то Не деревня Взялась От кладбища А именно Название кладбища Древнерусское Или Старославянское Бор 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 Ну сами знаете Борьба Борьба Это значит Вот тут и смерть Может быть То есть Бор Бор и Борщева Это Одно из значений Кладбища Кладбища Теперь о супе Который называется Борщ Так вот Бабушка моя Варила этот суп Из чего попало То есть Что как говорится В руки Смогла Что смогла найти По сусекам помяла Значит по амбарам Поскребла И Борщ сварила Потому что Борь На самом деле Обозначает Еще и Сбор Сбор Бор Вот то есть Сбор Это брать Отсюда Кстати Ба Брать Отсюда же Сборные деревья Бор Лесной Я кстати Вот Живу В местности Которая В свое время Называлась Залесье Или Заборье Забор Кстати Тоже Собрали Значит Из носок Вот вам и Забор Вот Поэтому Этимология Слова Борщ Идет Не от Какого-то Там Говорят Какое-то Было Растение Вот От него Пошло Это название Борщ Ну Покажите Какое Было Есть Современные Растения Борщевик Но Чтобы Какое-то Растение Мало Сейчас Кому Известное И где Неизвестно Находящееся Было Основой Название Такого Популярного Супа Это Совсем Невероятно Поэтому Это Просто Сбор Сборная Солянка Так Называется Бор Бор Борщ Вот Этого Борщ Кому Он Принадлежит Русским Или Украинцам Здесь Я точно Знаю Что Не Выяснить Поскольку Это Все-таки Древнерусское А еще Дальше Оно Идет От Прославянского И Я думаю Что Даже До Санскрита Можно Довести Этимологию Этимологию Этого слова Происхождение Этого слова И Эта Этимология Будет Обозначать Одно И то же Это Собирать Собираемые Или Вот Такая Вместе Кстати Борода Идет Тоже От Этого Поэтому Мое Мнение И такое Давайте Успокоимся Точно Известно Одно Что Русские Украинцы Белорусы Это Одна Нация Это Все равно Одни И те же Люди Так что Поэтому Мы едим Одни И те же Супы Поэтому Давайте Дружить Радоваться И уж На таких Мелочах Как Борщи Сало Водка Что там Еще Щи Русские Щи Да Каша Еда Наша Говорил Александр Васильевич Субор Ну вот Мы уже Почти Уступены Каковки А отсюда Конечно Вам Наверное Вот такой Вид Понравится На наш Храм И поэтому Я желаю Вам Приятного Аппетита Здоровья Счастья Аминь